Здравствуйте! 20.00 по времени столицы. Вы смотрите вечернюю информационную программу. Я Сергей Гергель, мои коллеги службы новостей телеканала Хабар 24, готовы подвести итоги и рассказать о самом важном в стране и мире. Министерство иностранных дел Казахстана сообщает, в Афганистане проживают около 15 семей этнических казахов. По их информации, это примерно 200 человек. При этом официальный представитель Министерства Айбек Смадияров подчеркивает, необходимо учесть, что этнические казахи остаются гражданами Афганистана. И для того, чтобы их перевести в нашу страну, необходимы юридические процедуры. По данным представителя ведомства, президент Касымжимар Тукаев поручил МИД оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении этнических казахов на историческую родину. Посольство Казахстана в Кабуле взяло этот вопрос на особый контроль. Кроме того, в министерстве отмечают, за последние дни в посольство обратились граждане Казахстана. Сегодня эти 25 человек доставлены в Алматы, в том числе несколько дипломатов. Эвакуация состоялась по поручению главы государства. Мы ведем соответствующую работу и находимся на постоянной связи с казахами в Афганистане. Последние дни участились случаи обращения в посольство Казахстана различных групп граждан, представляющих себя казахами. Но на самом деле они не могут представить никаких доказательств. Некоторые из них элементарно не говорят на казахском языке и не могут рассказать об истории переселения своих предков на территорию Афганистана и родоплеменных связях. Нами проводится тщательная проверка всех заявлений и просьб об оказании помощи в возвращении на историческую родину этнических казахов. Это вопрос не одного дня, поэтому просим набраться терпения. Если сейчас на территории Афганистана находятся граждане Казахстана, которые хотят вернуться домой, то им необходимо в первую очередь обратиться в наше посольство в Кабуле. И тогда мы примем соответствующие меры. Напомню, ранее самолет с эвакуированными гражданами Казахстана из Афганистана приземлился в Алматы. Всего прибыло 42 пассажира, в том числе 25 граждан Казахстана, 15 взрослых и 10 детей. Кроме того, этим бортом по просьбе кыргызской стороны были эвакуированы 14 граждан Кыргызстана. В качестве гуманитарной операции этим самолетом также вывезены трое иностранных граждан, обратившихся в посольство Республики Казахстан с просьбой о содействии. Ситуация в аэропорту города Кабул очень сложная. Инфраструктура не работает. Взлет, посадки осуществляют только самолеты США и стран НАТО. Тем не менее, наши летчики успешно посадили самолет и успешно забрав граждан, взлетели. Большое спасибо президенту Республики Казахстан, Министерству обороны и всем участвовавшим в организации эвакуации. Хотел бы выразить огромную благодарность за оказанное содействие эвакуации граждан Кыргызской Республики. За безопасную эвакуацию они благополучно вернулись в Казахстан и в дальнейшем будут на автотранспорте переправлены в Кыргызстан. В пользу случаем хочу поблагодарить братский Казахстан за оказанное содействие и в дальнейшем данное направление работа будет продолжена. Авиационная администрация Казахстана запретила отечественным гражданским воздушным судам летать в Афганистан и над воздушным пространством страны. После специальной оценки было принято решение, что существуют риски и угрозы, влияющие на безопасность пассажиров и воздушных судов. Соответствующие указания были переданы отечественным авиакомпаниям, выполняющим регулярные грузовые и чартерные перевозки. В Министерстве иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов подтвердили, что бывший президент Афганистана Шраф Гани с семьей находится в стране. Об этом сообщает агентство Reuters. По информации издания, бежавший из страны президент находится в Абу-Даби. Ранее глава Минобороны Афганистана призвал Интерпол задержать беглого президента Ашрафа Гани за продажу родины. Напомню, 15 августа движение «Талибан» без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Шраф Гани в тот же день сложил полномочия и покинул страну. Мы полностью. О сфере страха, которая царит сейчас в Афганистане. Однако в ответ на это талибы открыли стрельбу под демонстрантом и избили протестующих. О пострадавших ничего не известно. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что было бы иллюзией полагать, что какая-либо страна НАТО захочет возобновить военные действия в Афганистане после прихода к власти талибов. Это заявление прозвучало сегодня в ходе обсуждения Нижней палаты британского парламента, которая собралась на экстренную сессию по ситуации в Афганистане. После нескольких дней хаоса ситуация в Кабуле стабилизировалась, но остается нестабильной. По словам Джонсона, британские чиновники на местах делают все возможное, чтобы ускорить перемещение людей, тех, кому необходимо выехать. Пока талибы не препятствуют выезду афганцев. Я говорил с генеральным секретарем Столтенбергом о дальнейшей роли НАТО в Афганистане. Я действительно думаю, что это иллюзия полагать, что среди наших партнеров есть у кого-то желание продолжить военное присутствие. Эта идея закончилась вместе с боевой миссией в 2014 году. И я не верю, что сегодня развертывание десятков тысяч британских войск для борьбы с талибаном – это вариант, который как бы искренне люди не выступали за это, и я ценю их искренность. Но я не верю, что это понравится британскому народу, либо господин спикер этой палате. В это время под стенами здания парламента члены оппозиционной либористской партии протестовали. Они призвали правительство не ограничить количество беженцев из Афганистана. Великобритания заявила, что примет до 5000 афганцев в течение первого года новой программы переселения, в которой будет уделено приоритетное внимание женщинам, девочкам, религиозным и другим меньшинствам. Бывший лидер либористской партии Джереми Корбин сказал, что ограничение количества людей из Афганистана, которым предлагают убежище, немыслимо и неприемливо. В МВД заявили, что в долгосрочной перспективе программа направлена на оказание помощи 20 тысячам человек. К другим темам. Число заражений коронавирусом в мире превысило 209 миллионов случаев. Об этом свидетельствуют данные Американского университета Джонса Хопкинса. Лидерам по числу заразившихся и скончавшихся от коронавируса остаются США, где общее число инфицированных приблизилось к 38 миллионам. Второе место занимает Индия. Там количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 32 миллионов. На третьей позиции в мире находится Бразилия. С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 20 миллионов заболевших. Власти Новой Зеландии опасаются вспышки коронавируса, несмотря на введенный в стране локдаун. Напомню, решение о вводе трехдневного карантина премьер-министр страны приняла после первого за полгода случая заражения COVID-19. На сегодняшний день число зараженных в стране увеличилось до 7. По прогнозам властей Новой Зеландии количество инфицированных может возрасти до 120. Дело в том, что речь идет о новом, более заразном штамме Дельта. Ну вот самый пик заболеваемости по коронавирусу Казахстан проживает сейчас. Страна уже на шестом месте в мире по количеству смертей на 100 тысяч населения. Но и это может быть не предел. Поэтому единственный выход массовая вакцинация считает экономист и общественник Рахим Ушакбаев. Он стал инициатором создания независимого объединения гражданский штаб по борьбе с пандемией в республике Ель-Ушин-Игелемн. И сегодня он приехал в Усть-Каминогорск за поддержкой медиков и неправительственного сектора. По его мнению, важно привлечь как можно больше специалистов, представителей бизнеса, волонтеров и общественности к новой информационной кампании, которая шла бы не от имени государства, а от народа. Пока в стране вакцинировано только около трети взрослого населения. Для сравнения, в Канаде, Великобритании больше 70%, в США, Германии, Франции в среднем 60%. Задача нового штаба – работать через мессенджеры, где происходят массовые рассылки, и в социальных сетях открыто, отвечая на все вопросы жителей республики. Чиновники вещают на официальных площадках, а основная информация идет по WhatsApp-рассылкам, основная информация идет по Instagram, по прямым эфирам. А вот здесь присутствия их нету, поэтому мы спускаемся на этот этаж. Допустим, член нашего штаба, один из ярких инициаторов гражданского штаба, Динара Саджан, 1,2 миллиона подписчиков в Instagram. Каждый день она проводит прямые эфиры с эпидемиологами, с инфекционистами. Учителя школ Казахстана должны вакцинироваться к 25 августа. Об этом сегодня заявил премьер-министр Аскар Мамин. Тем временем в Североказахстанской области вакцинация педагогического состава и технического персонала практически завершена, чего не скажешь о готовности самих учебных заведений. Ремонт в нескольких школах могут не завершить к 1 сентября. Наталья Волкова продолжит тему. К началу учебного года в школах региона провели комплексный мониторинг. Он выявил существенные недочеты медицинского обслуживания в объектах образования. К примеру, в 9 школах области медпунктов не было вообще, а в 8 учебных заведениях не было медицинского работника. Вместе с тем темп вакцинации педагогов на сегодня превысил 98%. Однако, несмотря на эти высокие показатели, некоторые школы не смогут открыть свои двери 1 сентября. Дело в том, что во многих из них еще продолжаются ремонтные работы. В 2021 году в 42 школах области запланирован капитальный ремонт. На эти цели выделено более 4 миллиардов тенге, в том числе в рамках программы АУЛ Ельбеса, 27 объектов. По программе подышевого финансирования 6 школ, более миллиарда выделено из областного бюджета. Работы завершены в 10 объектах. В некоторых школах области запланирован капитальный ремонт, значит, позже обозначенных сроков. По 9 имеется риск его незавершения после 1 сентября. На сегодняшний день, по информации руководителей школ, работы ведутся с ускорением, с увеличением количества рабочих. Работы организованы в две смены. Система видеонаблюдения, отмечают специалисты, установлена во всех школах. Однако лишь 183 учебных заведения обеспечивают передачу изображения в Центр оперативного управления. Масочный режим, санитайзеры, термометрия сохраняются. Обучение будет вестись по принципу «один класс, один кабинет». Расписание будет составлено по скользящему графику. В разное время для каждой параллели. При ухудшении эпидситуации рассматривается переход на комбинированное обучение. Три дня посещения занятий в школе, три дня обучения на удаленном режиме. Родители учащихся смогут проходить в школы только по системе АШИК. А в АКТАУ к этому проекту подключены все 39 школ. К 1 сентября свои двери откроют еще две новые школы. На сегодня вакцинация педагогического состава здесь превышает 99%. Проект АШИК стартовал 30 июля. Все родители и учителя проходят только по нему. В школе есть все дезинфицирующие средства. Начальные классы будут обучаться на первом этаже, старшеклассники на третьем, остальные на втором. Наталья Волкова, Талгат Ислам, Хабар 24. Легенда здравоохранения Казахстана Турегильды Шарманов открыл свой канал на Ютьюбе. Там ученый и академик делятся ценными советами с подписчиками и рассказывают о том, как поддерживать здоровье во время пандемии. Секретами долгой и счастливой жизни обладатель высшей награды Всемирной организации здравоохранения имени Леона Бернарда поделился и с нашим корреспондентом Асим Кощегуловой. Несколько раз в месяц рабочий кабинет Турегильды Шарманова становится съемочной студией. Ученый снимает ролики для своего Ютьюб-канала. Чаще приглашает гостей, известных личностей страны. Главные темы – здоровье, коронавирус, вакцинация. Все то, что актуально в наши дни. Пройдя большой жизненный опыт, Турегильды Шарманов не устает утверждать, что залог крепкого здоровья – это правильное питание. Канал так и называется – Тагам Саулак. Пища была всегда основной, если можно, при борьбе всех инфекций на первом плане питания. Вот боролись в свое время с туберкулезом. А ведь главным вопросом борьбы с туберкулезом был кумыс. Есть надо качественное мясо. Необходимо, естественно, трехразовое питание, как правило. А восточные народы как-то, в общем, провозглашали. Завтрак ешь сам, опета разделяй другом, ужин отдай врагу. Сейчас, например, равномерно все три конские мяса в этом отношении чисто, быстро перевариваются, в три раза быстрее, чем любое другое видо мяса. Забота о здоровье людей – это дело всей жизни Турегильды Шарманова. После окончания мединститута молодой специалист трудится в родной сельской больнице в Карагандинской области. А спустя годы он поднимается до министра здравоохранения, тогда еще Казахской ССР. Как раз в это время Турегильды Шарманов организовал международную конференцию Всемирной организации здравоохранения в Алматы. Принятая тогда декларация по сей день считается основой системы здравоохранения во всем мире. И даже сейчас, в период пандемии, ученые продолжают трудиться, делясь ценными советами с казахстанцами. Остается необходимость возвращения нашей казахской старинной традиции. Ни в коем случае нельзя обниматься, ни в коем случае нельзя приближаться и руками позорваться руками. Казахи такого никогда не было. Раньше при экране просто нагнулись. Но это очень красивый жест. С инфекцией загадя готовились, можно сказать, подобного. Сейчас коронавирус именно такого подхода требует. Не надо приближаться. Турегельда Шарманов продолжает воспитывать новую плеяду врачей. В этом году он создал от своего имени Международный фонд. Так, легенда здравоохранения хочет отметить вклад ученых в борьбу с коронавирусом. Асим Кощегулова, Эдуард Конах, Абар-24, Алматы. Жители Караганды протестуют против бетонного производства. Возле их микрорайона будут строить жилой комплекс. А чтобы не тратить деньги на доставку бетона, застройщик решил наладить его производство прямо на месте строительства. Но люди дышать пылью не намерены. Марина Золотарева расскажет подробнее. Бетонный завод будет запылять все наше хозяйство. Все дома, дети будут затыхаться. Микрорайон Голубые пруды расположен так, что ветры здесь дуют круглый год. И когда жители узнали, что неподалеку появится бетонное производство, и вся пыль пойдет к ним, забили тревогу. Ветер дует все время. Тут невозможно. Тут балконы у людей сносить, не говоря уже о чем-то. А тут этот бетонный завод. На каком основании? Нам все время врут, врут и врут. Когда вот это вот прекратится за деньги, все продается. Вся земля вот людей травит, как мух. По программе Нур-Лежер здесь появится жилой массив. 10 многоквартирных домов, школа и больница. Каждый год подрядчики планируют сдавать 15 тысяч квадратных метров жилья. Застройщики хотят производить жидкий бетон прямо на месте, закрытым способом и без пыли. Будет построен, поставлен и установлен бетонно-смесительный узел, но это не бетонный завод. То есть габариты у него намного меньше. Все производство будет производиться в силосах. Отдаленность от микрорайонов, санитарные нормы все будут соблюдаться. Однако жители против любого бетонного производства вблизи домов. Роза ветров, ветер оттуда живет постоянно. Наши дети, внуки мои будут дышать этим цементом. Вы представляете, у них как шахтюры, через 5 лет у них легкие, будут забиты вот так. На 25% будут забиты цементом. Не надо никакого завода здесь строить. Производство на месте строительства – новости для местных властей. Подоспевший юрист пояснил, что небетонный завод, небетонно-смесительный узел в проекте не предусмотрены. Если он не соответствует проекту, то архитектурно-планировочное задание ему не дадут, поскольку не соответствует ПДП. Мы, со своей стороны, тоже напишем в управление, запросим, чтобы они приняли меры по качеству и, точнее, законности строительства на данном объекте. Жители микрорайона намерены внимательно следить за стройкой и в случае производства бетона обратиться с жалобой в соответствующие органы. Марина Золотарева, Сайран Акамбаев, Сайла Уигликов, Краганда, Хабар, 24. На некачественное строительство детских площадок жалуются жители Тараза. В 10-м микрорайоне горки и качели стоимостью 9 миллионов тенге сломались через несколько дней после установки. Дети неоднократно получали травмы и теперь родители не отпускают их играть на опасную площадку. Проведут ли подрядчики работу над ошибками, выясняла Анастасия Сулейманова. Детскую площадку этого дома местные детвора 10-го микрорайона стараются обходить стороной. Сломанным качелем и горком предпочитают катание на скейте. Оно и верно. Играть здесь небезопасно. Инвентарь буквально ходит ходуном. Его приходится придерживать руками. Строить дворовую детскую площадку за 9 миллионов тенге начали в мае прошлого года. Этому жители очень обрадовались. Но новые качели прослужили лишь несколько дней. Сломанный некачественный инвентарь подрядчики якобы увезли на ремонт. На этом все и закончилось. Отвечать на телефонные звонки никто не спешит. Сколько раз мы спрашивали, где качеля. Сказали, что ее отправили под замену. Должны были вернуть. На протяжении 9 месяцев так ничего и не вернулось. Вот данная качеля тоже. На следующий день произошел перелом. Уже были тут у нас случаи. Именно на этой площадке дети получали травмы. Когда все начиналось, был представитель Сакимиата, который должен был контролировать процесс этой работы. Где он? А если бы он хотя бы раз пришел и посмотрел, что творится, наверное, было бы все по-другому. Может быть и качество было бы. Я думаю, это просто довод. А так как так можно выделить средства и по проекту, если не будет эскиза, там все как так. Мы, конечно, соответственно, там были. Я не согласен. Так как дворы были текущим ремонтом, там не было технического надзора. Но мы сами принимали это все. С подрядчиками, со своими специалистами и совместно с жильцами. Недовольны жильцы и скамейками, говорят подрядчики, сэкономили на цементе. В итоге незакрепленные лавочки переносят с места на место. Это они так сделали. С некачественным материалом сделали. Тонкий материал. А хотелось бы лучше. Не присыпали ничего. Уже все ломается. Плитки ломаются. Песочницы, песка нет. Дети как играют. Наглядно все видно. Скамейки поставили, скамейки не зацементировали хорошо. Поработали, потом бросили. То не хватило асфальта, то цемента. Начали крутиться. Потом начали уже немного делать. Сделали спортивную площадку. Площадку не доделали. Все болты раскручиваются. Не полностью оборудовали. Не хватает щита баскетбольного. Специалисты городского отдела ЖКХ заверили, что в ближайшее время подрядчики устранят недоработки. Со стороны жителей очень много жалоб. Именно по этому 10-му микрорайону подрядчик ТО и Эркастана. Да, там есть на сегодняшний день замечания. Но мы, так как у них есть год гарантийного обязательства, все вот эти замечания будут устранены в течение месяца. Если подрядчик не устранит выявленные недочеты, специалисты ЖКХ подадут в суд. Так поступают со всеми недобросовестными работниками. Меньше повезло жильцам 8-го микрорайона. Реконструкцию их изношенной детской площадки по плану проведут только в 2023 году. Анастасия Сулейманова, Руслан Хатила, Тарас, Хабар, 24. Сечанам западно-казахстанской области нечем кормить скот. В последние годы в регионе стоит крайне засушливая погода, обмелели реки и озера. Запастись кормами, соответственно, крестьяне не могут. Многие фермеры еле дотягивают до конца зимы. Как переживут нынешнюю, не знают. Ведь заготовлено лишь 20% кормов от необходимого объема. Подробнее расскажет наш корреспондент. В поисках живительной влаги животные бредут к засохшим прудам. Движимые жажды идут на верную гибель. Ведь вместо воды здесь болото. Самостоятельно из него выбраться уже не могут. Эти видеокадры отсняты в Женгалинском районе. Из 17 лиманов вода здесь есть лишь в двух. Заготовка кормов при таком дефиците стала для сельчан большой проблемой. Закупать сено вынуждены в других районах, преодолевая по 800 километров. Рулон сено, учитывая дальнюю дорогу, обходится 8 тысяч тенге. Корма становится не по карману, жалуются животноводы. О своем бедствовом положении женгалинские фермеры пытались рассказать чиновникам. Но безрезультатно. В итоге выслушали их лишь в палате предпринимателей. Почему должны христианские хозяйства? Чем вот сейчас косить траву? Они должны сейчас находиться в Атамикене. Мы хотим увидеть Акима и области, которая должна непосредственно заниматься этими вопросами. Четвертый год идет у нас засуха. Нет воды одно. Второе, нет корма вообще нет в других районах. Сейчас нам надо или оплачивать кредиты, или заготавливать корма. У кого денег нет, приходится они 130-150 километров косить траву в барханах, где зона, где раньше падали ракеты, где была там экологическая катастрофа, чтобы выкормить, заготовить корма. В прошлом году у нас даже там 5 сантиметров травы не было. Одни и те же проблемы из года в год, но нас никто не слышит. По подсчетам Акимата в районе заготовлено около 40-50% кормов. На самом деле, большинство фермеров запаслись от силы процентов на 20. Речи о том, чтобы собрать корма про запас и быть не может. Многие фермеры оказались на грани разорения. Взяв кредиты на развитие хозяйства, теперь оплачивать их не в состоянии. Если вопрос с дефицитом воды не решится, не остается ничего, как пустить скотину под нож. Выносит свой вердикт животноводы. Взял кредит по государственной программе в залоге имущества. Если во многих хозяйствах продавали излишки кормов, то сейчас самим не хватает. Лично у меня большие потери коров, баранов, молодняка. Урал-Милея-Таэта отражается на состоянии всех гидрообъектов региона, объясняют дефицит воды специалисты. Объема закупленной российской воды в прошлом году оказалось недостаточно. В этом году поздно выделили средства. Выделено 4 миллиарда 164 миллиона тенге. Из них освоены больше 2 миллиардов. В Жангалинский район вода поступает через реки Хараузен и Сараузен. Поступает с большой задержкой. Скорее всего, забиты каналы. Сейчас предлагается создать рабочую группу для того, чтобы выяснить, куда уходит вода. В Жангалинском и Касталском районах объявили чрезвычайное положение. Сельчане рассчитывают на поддержку государства в виде субсидий. Для финансирования законом предусмотрены два варианта. Один из них – ликвидация последствий ЧАЭС. Второй – выделение средств для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Сейчас мы рассматриваем возможности оказания помощи сельчанам. Решать проблемы сельчан будут уже на другом совещании с участием руководства области и профильных управлений. Сельчане же просят перейти к конкретным делам. Россаткан, Обладжерлгасов, Хабар, 24. Властям, наиболее пострадавшим от засухи, помогут с покупкой кормов. Речь идет о Мангистауском и Кызлардинском регионах. Для этого из правительственного резерва выделили 3 миллиарда 600 миллионов тенге. Об этом сегодня сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства. Ирбул Карашукиев отметил. Решения по вопросам обеспечения кормами пострадавших от засухи регионов принимают в республиканском оперативном штабе. Уже заготовлен 21 миллион тонн грубых кормов. Это 82% от запланированного годового объема. Также на заседании отметили, что с 23 августа вступит в силу временный запрет на вывоз из республики грубых кормов. А с 1 сентября вводят квотирование экспорта зернофуража. В этом году лето выдалось экстремально засушливым. В итоге пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Отпущено дополнительно 43 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива на заготовку кормов. Благодаря принятым мерам ситуация по обеспечению кормами в целом стабилизировалась. В вопросе подготовки к уборке также были приняты все меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. Экспортный потенциал останется высоким – около 6,5-7 миллионов тонн. Главная задача – обеспечить своевременное и качественное проведение уборки. Почти 40 миллиардов тенге в виде субсидий по кредитам получали казахстанские предприниматели с начала года. Государственная программа «Дорожная карта бизнеса» действует в стране больше 10 лет. Холдинг «Байтирек», который реализует ее через Банк развития Казахстана, за полгода заключил свыше 20 тысяч договоров. Производить тары из полипропилена в Северном Казахстане начали в прошлом году, но компания уже имеет контракты с крупнейшими казахстанскими предприятиями. Главная продукция – так называемые бигбеги. Это большие мягкие контейнеры для перевозки сыпучих грузов весом до 2 тонн. Перевозят в наших бигбегах сельхозпродукцию, зерно, лен, а также песок, цемент, руды, концентраты различные и так далее. То есть бигбеги на сегодняшний день – это такая уникальная продукция, которая позволяет перемещать товары с точки А в точку Б. Стоимость проекта – 2 миллиарда тенге. Почти половина из этой суммы получена благодаря государственной поддержке. В том числе 500 миллионов тенге оформлены в кредит по 6% годовых. Это стало возможным благодаря субсидированию ставок по кредиту по дорожной карте бизнеса. Конечная ставка для предпринимателей составляет не более 6% годовых. Если в случае гарантирования, холдинг Байтирек может предоставить гарантии, которые обеспечат до 85% от суммы кредита. Это существенно снижает риски для коммерческих банков и позволяет с большей легкостью выдать кредиты. С начала реализации программы заключено более 24 тысяч договоров гарантирования. Из них почти половина – в текущем году, что говорит о росте потребностей господдержки. Бржан Валиев, Нургалим Амурбаев, Хабар-24. Стратегически важный пограничный переход через государственную границу расположен в Павлодарской области. С начала года пункт пропуска Урлю-Тобе пересекли больше 100 тысяч человек. Почти 41 тысяча были иностранные граждане. В последние годы оснащению отделения пограничного контроля уделяется много внимания. Именно на этом посту пресекают наркотрафик, контрабанду и незаконные права с оружием. Пункт пропуска Урлю-Тобе работает на севере Павлодарской области с 2003 года. Круглосуточно сотни легковых и грузовых автомобилей, выезжая на автотрассу международного значения Омск-Майкопчегай, пересекают здесь казахстанско-российскую границу. Это транзитный путь из России в Китай, поэтому пересекающим госграницу приходится проходить санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный и таможенный контроль. Но сначала пограничники предотвращают попытки провоза запрещенных средств. На днях в ходе досмотра было выявлено нарушение в грузовом транспорте, обнаружили потайной тайник, ухищрение под панелью, травматический пистолет калибра 9 мм. И получается, в ходе дальнейшего досмотра собака выявила сверток перебразительного наркотического средства серо-зеленого света с специфическим запахом, предположительно марихуана. Четвероногие помощники играют важную роль в охране рубежей нашей страны. Они – гроза контрабандистов и наркокурьеров. Этой немецкой овчарке 5 лет. Три года из них несет службу на границе. Ей знакомы 8 запахов наркотических средств. На ее счету полтора десятка выявленных преступлений. Это сейчас пункт пропуска оснащен по последнему слову техники. А ведь раньше приходилось работать почти вручную, полагаясь на опыт и интуицию. Современная техника позволила улучшить досмотр личных вещей граждан. Попытки перевести через границу запрещенные средства и вещества заметно уменьшились. В октябре прошлого года была осуществлена поставка и установка носимых индивидуальных видеорегистраторов. В конце года была получена лицензия на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующие излучение. Был установлен радиационный комплекс «Интарь». Но это еще не все. В конце 2020 года была проведена работа по приемке и поставке на баланс рентгене-телевизионного оборудования «Терапискан». Были специально обучены военнослужащие. Но главное техническое перевооружение пограничной службы ускорило процедуру пересечения самой границы. Как раньше здесь нет длинных очередей и скопления автотранспорта. Я пересекаю уже третий раз. Езжу к дочери в Симферополь, вот приехала назад с гостей. Нравится, все хорошо, все слажено, все так ответственно к своей работе, все сотрудники. Мне нравится, хорошо, вот так надо, так держать, а не так, как попало. Не проверяют, а потом проносят что-то там. С начала года на этом участке выявили более 60 нарушителей госграницы. В 30 случаях задержанные имели двойное гражданство. Еще больше двух десятков попыток провоза наркотических средств, оружия и боеприпасов удалось предотвратить пограничникам. Ербулабиш, Марат Игриков из Павловской области, Хабар, 24. Буквари и Алипе с QR-кодами вручают казахстанским первоклассникам на торжественной линейке 1 сентября. Для этого отпечатали больше 400 тысяч книг. С помощью электронной опции содержание учебника можно будет воспроизвести в аудио и видео формате. Отсканировать QR можно через камеру смартфона, после чего на экране появляется анимационное задание. Творческая подача материала поможет вовлечь первоклассник в учебный процесс и более легче освоить школьную программу, говорят авторы. Что касается новой версии Алипе, то она разработана по методике выдающегося просветителя Ахмета Байтрусынова. По принципу от простого к сложному. Отмечу, по букварям и Алипе дети будут обучаться первые две четверти. QR-код — это дополнительная возможность. То есть тот же материал представлен в учебнике в статическом виде. К нему есть пояснение. QR просто позволяет это проговорить и немножечко оживить. QR-код. То есть будет ли это использоваться при самостоятельном изучении ребенка дома или на уроке это будет воспроизводиться, это будет зависеть от творчества учителя и педагогических подходов. Это не является обязательным. Это не означает, что все дети должны сидеть с смартфонами обязательно в классе при обучении. В Алматы растет спрос на электросамокаты, велосипеды и мопеды. Причины вполне объяснимы. Во-первых, это дешевый способ передвижения. Во-вторых, на них намного быстрее удается добраться до пункта назначения, чем на такси. Новый вид транспорта породил и новые профессии. Сейчас в мегаполисе спрос на специалистов по ремонту самокатов. С подробностями Гафуали. За последние пять лет шеринговые услуги охватили южный мегаполис. Горожане не успели нарадоваться каршерингу, то есть по минутной аренде автомобилей, как на горизонте, появился кикшеринг. Это аналогичный сервис, но связан он с самокатами. Многие алматинцы, которые никогда не нуждались в таком виде транспорта, сейчас не могут представить свои будни без двухколесного электродруга. Однако привычка большинства потребителей беспощадно эксплуатировать арендованное имущество приводит к частым поломкам. Часто ломается у нас курок газа, потому что есть люди, которые перебарщивают и ломают пластик. И вторая основная проблема – это вилки, то есть сама рама. Там есть соединяющая деталь, она изнашивается от того, что удары по бордюрам, брусчатка. И после этого она приходит в негодность, то есть истощается сам металл. После волны популярности самокатов среди жителей города появились и те, кто приобрел собственный электросамокат, чтобы не тратить деньги каждый день на аренду. Такая тенденция пошла на руку частным сервисным центрам по ремонту электронной техники. Дошло даже до того, что они начали нанимать специальных мастеров по починке самокатов. Как правило, мастера являются выпускниками электронных технологических университетов. Регулярно проводят повышение квалификации мастеров у лучших электронщиков страны. А также регулярно мы набираем новых специалистов, обучаем их и даем возможность работать и развиваться в нашей компании. Эдженбик Султанов работает мастером по ремонту электронной аппаратуры уже два года. До этого чинил сложное медицинское оборудование. Сейчас специализируется на электросамокатах. Он окончил Новосибирский технический университет. Магистр. В день поступает очень много заказов. В районе 20-30 самокатов в день точно приходят. Также выходят уже готовые, сделанные работы. А так, работаю я уже с самокатами знаком уже как пять лет. Как они на рынке появлялись, как за ними следил. Вообще все их модернизации, все их приколюхи, фишки тоже. Сейчас можно сказать, что востребованность в мастерах по ремонту электротранспорта нисколько не уступает IT-специалистам. Сервисные компании предлагают им от 150 тысяч тенге в месяц и еще обещают командировку по всему СНГ. Видимо, такая проблема есть не только у нас. Гафу Али, Валентин Лобанов, Нордовлет Джахсабаев, Хабар-24, Алматы. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар-24. Всего доброго. Продолжение следует...